Сегодня важный день, мы открываем наш семантический семинар. Собственно, идея этого семинара пришла еще в Принстоне. Когда я туда поступил, мне секретарша сказал, что они занимаются не только наукой, но еще и культурным образованием, еще и образованием в области культуры. И, собственно, что происходит в Принстоне? Приглашаются разные звезды кино, музыки. Например, Мел Гибсон или Владимир Спиваков, то есть замечательный музыкант, коллега сегодняшнего лектор. И происходит также духовное просвещение, культурное просвещение научной среды. Мы решили делать то же самое, только здесь, в нашем русском пространстве. Решили сегодня пригласить человека, который является и художником, и актером, и философом. Это Сергей Игоревич Пакомов. И я попросил его рассказать о структуре, о пандеграунде, о какой-то нестандартной культуре, и как это классифицируется, где это живет. Экстрасенс дорожный. Давайте поприветствуем докладчика, послушаем. Это все правильно, конечно, сказано. Единственный вопрос заключается в том, как мы будем вообще сравнительно выстраивать вот эту вот, какую-то сравнительную, что ли, полушкалу вообще. То есть вещь, конечно, пойдет о смысле жизни и вообще о системе ценностей, которые приводят нас к высшей системе. И действительно дает какой-то ложный вопрос и сигнализирует нам, вот, слышите, найден философский камень. Естественно, философского камня никакого найти невозможно. Все, что с вами было хорошее, уже закончилось давно, потому что счастье... Дорога, дорога, с вами, да. ...пребывая в его состоянии детства, единственное, что оно не отрефлексировано. Внутри детства мы не можем сказать, о, батюшки, мы счастливы. Только настояние, например, на каком-то отходном, понимаем, когда-то и было счастье. И недавно, вот, позавчера, когда-то сходит этот человек, молодой, такой, трепетный, видимо, такой, как-то прямо, можно было бы смотреть на него и сказать, вот этот человек, он прямо символизирует поиск, вот он хочет вернуться к счастью. Действительно, он мне говорит, я... Сергей Игоревич, скажите мне, пожалуйста... Ну, я завоевал сейчас некий такой медийный авторитет, вследствие, как говорится, своих, ну, может быть, каких-то сверхспособностей, да, естественно, потому что, конечно, все мы с вами надеемы сверхспособность, но если я не знаю, что мы счастливы и этого не знаем, то мы, так же, видимо, надеемы сверхспособности и этого тоже не знаем. Поэтому, конечно, я... Я вам лимитер поставил, если громко очень будет, не переживайте. Я понимаю, что, ну, в чистом виде... Хотя в том расширении вроде бы тоже лимитер ставит, но... Какой-то такой вот вибрации, околосмысловой, да, произношу, что-то говорю, может быть, кажется... Чистим шаг, не, а... Как вот Роман, что зовут, философ, музыкант, на самом деле, конечно, это все мои такие вот состояния, которые пришли ко мне из детства же. Вот, это как раз вот именно так. Именно та инфантильная такая вот счастливая нега, внутри которой ты хочешь быть и космонавтом, и музыкантом, и художником. А что такое музыкант? Конечно, мы сканируем какие-то внешние проявления. Вот, например, Каравайчук, да, это прекрасный такой герой, да. Вот произносишь его и видишь, вот он в берете, вот он старенький прекрасный мелодист, вот он в истории, вот он часть времени. И вот сразу возникает второй вопрос. Как, собственно, уцепиться за время? Что для этого нужно произвести? Вот. А со временем, конечно, то, что мне близко, я то как бы не знаток времени, я все время как бы немножко так вот это вот даже незаметно для себя. Поэтому немножко часто как бы перехожу в какие-то состояния различные, иногда забываю. А сейчас так уже возраст, у меня вот 50 лет скоро будет. Я поэтому имею право уже забывать. Тоже приятнейшее вот ощущение, тоже прикидываться глухим, хромым, слепым и очень похотливым. Это важный момент, который действительно представляет радость на... Блин, я не ожидал, что это сработает. Юсь, 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 хули себя сдерживать. Рероль не все колесо и убеги с деньгами, йоккерги. Не, не, колор. Спасибо большое, спасибо огромное. Не, ну у нас... ...потерянного счастья и потерянного детства. Ну прикольно, просто его плохо было слышно, я подумал, а вдруг сработает, и он просто озвучит, проанализирует. Сработало. Но даже исходя вот из своих этих вот возможно как бы интересных не только для Ной окружающим, но такое бывает. Я, конечно, тоже двигаюсь в связи со всяческими моими жизненными какими-то открытиями. А любое открытие, вы понимаете, да? В чем его как бы опасность? Любое открытие, к сожалению, заставляет нас уже попасть в прокрустово-ложи диалога с этим открытием. То есть мы становимся уже частью некой системы, системы координат. То есть с этим надо что-то делать, с этим открытием или с этой победой, или с этой удачей, или с этой неудачей. Даже если ты свою жизнь превратил как бы в такое скучное и безответственное. Да, вещь, а что такое безответственно? Это тоже достаточно сложная техника. То есть как только появляется в проблеске смысла любого и проблески морали, проблески философии. Надо сразу гасить эти пропасти. Гасить. Это очень сложно. То есть все равно надо быть начеку. Поэтому я как раз говорю именно о деятельной натуре. Она, вот эта деятельность, она может приобретать различные формы, но, к сожалению, для человека осознанного или движущегося в сторону осознанности. Да, как бы в сторону какой-то, вот как эта картина мира, и ему, конечно, к сожалению, не позавидуешь. Потому что все время нужно быть, как говорится, ну в диалоге с самим собой хотя бы, да? Вот, и как раз этот диалог, вот он развит, конечно, был в искусстве, всегда их будет, потому что искусство взаимодействует с историей. Отражает историю, становится памятью человечества. Иногда искусство переползает в науку, иногда оно как бы отрыгивает вот те катаклизмы, которые такие направления, как экспрессионизм, например. Конечно, была реакция, большая пластическая реакция на Первую мировую войну и вообще на всякие сдвиги, вот эти сломы, появление кубизма, вот тоже помните, вот этой драной линии. Нервозность, так же, как и естественно сюжетная составляющая. Вот поэтому мой совет вам, вы, конечно, люди, ведь я вижу, у вас глаза очень хорошие, любознательные. Конечно, мой совет именно заниматься сравнительной деятельностью. Почему перегружен? А, я решил перегрузить. То есть сравнить вот момент так называемого первого курлыка. Я могу сделать обычную, здесь что? Сделать? Просто так получилось. Сегодня слышно было, а потом переводчик заработал. Тут 600% у нас тут. Вот первый курлык, что важно. Сейчас я вам расскажу, что это значит. Первый курлык, второй курлык и, соответственно, вот пространство между ними, пространство между этими курлыками. Вот это есть самое главное, самое большое и самое сильное. Что может нас сейчас объединить вот в беседе по поводу вот этих вот такого тройного союза. Тройной союз или чувство, пространство между этим чувством появления следующего чувства, которое уже корреспондируется, взаимодействует с этим. То или это какая-то такая вещь обычная, такая природно-логическая что ли, природно-привычная. Пришел в магазин и отдал деньги, получил товар. Ну там она усложняется, может быть еще, но не суть. Теперь как жить в связи вот с этим нашим тройственным союзом. Обычно первый курлык возникает спонтанно. Это как раз за что мы говорим спасибо нашему богу вот за это. Бог, он нам дал столько талантов, столько чудес, столько мы сразу осознали вдруг неожиданно и так сроднились с этим, что нам даже осознавать не надо, просто принимать. Это первый-первый порыв, первое чувство, первое проявление доброты, то есть та вот гуманитарная направленность личности, которая возрастает из теплых ладоней матери. Из домашнего уюта, из вот этого еще даже такого как бы постфлосевного такого состояния. Уже потребности свернуться халатчиком, спрятаться под столом и так далее, и тому подобное. И это все вдруг рождает первый курлык. Второй курлык, конечно же, это уже вещь, которая в течение времени произошла с вами. И как раз вот здесь возникает вопрос первого курлыка. Что делать нам со спонтанным проявлением, со спонтанной картиной мира, которая вдруг возникла? Как относиться вообще к случаю и куда? Как вообще работать с волей и нужна ли эта воля? Вот я всю жизнь, конечно, с волей, но у меня сложные взаимоотношения, но в принципе я безвольный человек. Но это потому, что как бы это все из таких каких-то физкультур, каких-то практик заманивания. То есть вот, конечно, это интрига какая-то, вот затаскивание вот этого. Вы смотрели фильм, там вот про медведя выжившее, да? Там вот как бы проявил волю вот этот герой Ди Каприо, как раз вот он хотел там что-то такое, а метраж фильма два часа, и он все два часа вот это проявлял. А если был 10 минут, то другая бы воля была. Но это устройство как бы медийного пространства того языка. Поэтому, конечно, мы же с вами мудрецы, у нас мы уже стукну по первым курлыка, и вообще нам пивную кружку спим, показываешь, а мы видим в этом какое-нибудь архитектурное сооружение. Например, купол перевернутый и так далее. То есть такая вот резидентская деятельность, конечно, она тоже важна. Как ты начал с того, что здесь момент именно развития внимания и прислушивания. Но если мы условили, что первые-первые проявления как раз очень хорошо ложатся и на цвета стихотворения. Курлык вот это вот там цвета и хорошая курлыка. А у меня как бы все, много очень такого спонтанно происходит. Вот само оно. Вот и вылезло. Ну вследствие там пьянства или еще чего-то, ну какого-то сумеречного состояния возникает насчет этого. Хрень выползла, значит, какая-то вот спонтанная вещь. А вот уже появление второго мурлыка, это, конечно, вещь ответственная, потому что я уже вот об этом говорил как раз, что мы должны что-то делать. Да, со всеми свершениями и со всеми событиями, которые происходят. То есть даже если мы их игнорируем, мы все равно с ними взаимодействуем, все равно мы должны продемонстрировать или не должны даже. Даже вот в состоянии не должны пребывать. То есть вокруг виллы я говорю, что лучше не будет. То есть жизнь будет хуже, тяжелее, все будет накапливаться, эйфории уходить, здоровье теряться, настроение ухудшаться. Это все нормальное, человеческое как бы такое вот, и какая-то иллюзия как бы счастье. Вот я вернусь как раз к этому молодому человеку, он говорит, как же вот мне, как мне вернуть вот это ощущение счастья. А я ему говорю, никак ты его не вернешь. Твоя задача уже к новым формам идти, как говорится, к победе, к новой бежать и стремиться. Я им говорю, ну то есть я его подталкиваю ко второму курлу осознанному. Ты такие злые, то что вот хорошее было, такие вот панки, да, вот как бы. Но при этом, конечно, все очень были, ну конечно, влюблены в сами в себя. Такая мания величия была. Но это так защитная реакция. И вот мы, значит, в 88-м году, вследствие ряда обстоятельств, был создан фильм «Зеленый слоник». Вот зеленый слоник. Знаю, но я вроде, типа... Кто не смотрел, не обязательно смотреть, но в любом случае, как бы вещь эта хорошая и искренняя. Я не понимаю, но... Если просто у кого-то вопросы, можете подумать, потом мне их задать. Вот. Контекст какой? Первые курлы. И вообще приятно всегда, когда вот в жизни три каких-то составляющих. Вот первый курлык, второе пространство между ними. Когда больше уже человек тяжеловато, он как-то немножко теряется, вот и он немножко утрачивает волю. Поэтому вообще нужно, чтобы слова было мало, цветов тоже любимое, одежда черная, ну и так далее. Это приятный момент очень позволяет. Но к этому надо тоже подойти, прийти. Вот там, пилка, одна ложка, она как бы мир нас потолкивает. Там вот эти появляются приборы, которые уже очень экономят пространство, конечно, пространство. Скоро, видимо, одежда такая появится. Это очень важный момент. Но в любом случае, далее вот внутри моей, конечно, патриархальной относительно будущего истории, но она вся пропитана, конечно, и чувством, и каким-то выбором тоже. Вот, и в этом фильме как раз впервые. А у меня была какая-то задача, задача там сотворить героя. Что такое сотворить героя? Тут я, конечно, интуитивно понял, что время бежит и моя цель. И вот как раз этот философский камень, с которого я начал заключить. В том, чтобы максимально просто постараться отразить то, что со мной происходит внутри вот этого там, как бы визуального вот кино, вот пространства, да? Где вот записывается звук, текст, там слова, танцы, крики и все такое прочее, там плюс так еще все возникло. То есть я попал в такой вот момент, где я был вынужден стать. А из чего я состою, подумал я. А я же состою вот из своих соседей, из того, что я запомнил, из своего повышенного внимания. Поэтому моя задача была, конечно, заниматься здесь в первом курлыке, это чистым диджейингом. То есть я просто брал какие-то цитаты, какие-то и закручивал их, выстраивал в определенную, конечно, систему. Вот в определенную какую-то структуру. Ее можно изобразить, как такой вот цилиндр, например. Вот, потому что цилиндр чем удобен, что он может входить в другой цилиндр, но и с какими-то акцентами. Вот эта система, которая была создана во время первого курлыка в зеленом слое. Отвлекаюсь. Это как раз похоже очень на то, что перед какой задачей вы стоите. Если вы там 6 лет, например, изучаете что-либо, а потом вы понимаете, что с этим надо что-то делать. Либо это замерзнет навсегда, да, либо не замерзнет. Уже как человек относится к себе, потому что вот многие люди, например, дружат 25 лет, он говорит, да пошел ты на хрен, не хочу с тобой дружить. А второй вареж говорит, как же мы 25 лет дружили и что же с этим делать? Вот, поэтому здесь все зависит от решительности отказаться, перестроиться о знании, либо с ними взаимодействовать и их, конечно же, как вот как индуктор через себя прогнать максимально. Продолжение истории Вангера, получается. Каждый вот в данном случае выбирает, а по имени университета как раз это было вот наполнение как раз вот этой вот странной средой, которая меня удивила, в принципе, как меня удивил мир, в который я попал. И все еще состояние удивления как бы присутствовало. Сейчас уже это состояние не прошло. Сейчас у меня более профитическое такое вот. Мне нравится что-то бубнить, проповедовать. В общем, грубо говоря, это как с камнями, да, собирать, разбрасывать. Вот сейчас я типа уже вот как раз в этом состоянии нахожусь в такого немножко маразматическом-маразматическом состоянии, такого как бы, ну, уже сложившегося человека, да. Вот, но это у меня вот вид такой, конечно. Потому что на самом деле приходится очень всегда на все реагировать. И как раз вот для первого кулыка там такие были составляющие. Вот мы с нашим Ромой как раз любезно общаемся. И вот дело в том, что я как раз в 86-м году у меня была тетенька. Тетя моя двоюродная, она работала на телеграфе. А телеграф это был такой сильный, акустический, там надо было а, и втыкать, а, втыкать. И в общем она из-за этого, у нее какие-то органические изменения в мозге произошли. И она была переселена в интернат. И через какое-то время моя тетя умерла в интернате. И это, конечно, было знаком для меня, потому что, как вы поняли, я сразу начинаю прикидывать, а что это значило вообще из какой-то страны. Но мне казалось, что это хорошая история, которую можно определенным образом развить. Вот смерть моей тети, как раз осень была, и на дворе был 85-й, по-моему, год. Я думаю, надо мне, наверное, пойти в психоневрологический диспансер и встать там на учет. Потому что тетя, да еще и это покончила с собой, так интересно, вдруг это тоже как-то я осознал себя частью вот этой вот, вот этого цилиндра, да? И осознал интуитивно. Но на самом деле вот эта история с тетей, оно как раз вот это тело очень напоминало уже будущее тело. Поэтому я многих вещей не знаю, но даже и не догадываюсь, но к ним иду интуитивно, по желанию сердца, так сказать. То есть, ну от балды, как мы говорим. Вот. И я встал на учет в этот, значит, психоневрологический диспансер номер 13 на профсоюзной улице. Мне выписали лекарств очень много бесплатно. Вот. И стали меня лечить. А потом уже в 86 году как раз был призыв. Призыв, а я как раз был спортивный такой молодой человек. Я, конечно, занимался много физкультурой, потому что в здоровом теле здоровый дух. Это важная вещь вообще и телесная, и внутренняя. Это они между собой переплетаются, не надо об этом забывать. Несмотря на то, что мы носим много очень одежды и образ жизни такой, тем не менее, вот это все очень важно. И я тогда это остро чувствовал. Вот эту гармонию, да, еще такую не отрефлексированную сознательно, но вот я к этому шел. И поэтому я хотел, собственно, идти в Афганистан, служить и там, воевать и быть героем. Потому что как раз здесь выступает в момент романтизма и момент доверия, потому что, конечно, вот у меня биполярное расстройство психики, а мне тоже нравится очень биполярное. Поэтому сразу вот ты как бы из огня да в полыня. Но это другой уже доктор сказал, старой профессии. Но не суть. В общем, я прошел все эти испытания физкультурные, чтобы вам было интересно, вот в этом военкомате отжимания и последний доктор, они говорят, ну вы же, наверное, на учете не состоите, а я так хитро состоял на учете. Я вообще расставляю сети, как любой параноики, естественно. Я выстраиваю псевдомеры, несколько отвлекающих и так далее. И позвольте, ну вот есть как раз вот я вот на учете. И они меня там белые рученьки и на следующий день в тренировочных штанах воронки отвезли в больницу. Как эта тема перетекла, бля? А что такое вот когда хранит человека успех, удачи? Это на самом деле такого нет. Просто если у него аппарат вот этот вот внимательности хорошо работает, он нормально, все будет с ним как бы хорошо. Я ничего вообще, в принципе, я вот не думаю вообще. И тогда ты уже не думал. Это мне вот как бы до сих пор удается это не думать. Потому что если начинаешь думать это, превращаешься в такую немножко трусоватую сущность. Потому что эти мысли все, они как-то немножко вот они, ну как у героя компьютерного, вот этого жизни отнимают. Ну как-то так. Мысли услышать... Да, непонятно. Может быть, он волновался. Не знаю. Тут сложно судить. Не понимаю. Но я ничего не понял. И темы в чем как бы... Какая тема? Что? Просто... Что? Что ты рассказывал? Так, ладно. Ну, бываем.